Сейчас я вскрою. Все картины находятся в ящиках, специальных, климатических. И вот первое, что мы делаем, все картины печальные, потому что они путешествуют по всему миру. И нужно, конечно, чтобы они были в сохранности. И в первую очередь, сохранность заключается в том, что мы опечатываем. И если что-то случается, то начинается работа. Ведь картины все застрахованы. И страховщики, конечно, требуют от нас то же самое, чтобы ящики все были застрахованы. Снимаем печати с лидерами, которые все отнесены. И можно уже пристроить вот ящик. Вот ящик, в которых находятся 8 картин. И вот впервые для зрителей Караганды у нас впервые здесь выставка. Представляем, это гималайская серия. Работают небольшие, всего 40-50. Ну, очень интересные. Николая Константиновича последующего зовут непревзойденным певцом гор. Как есть маринист Айвазовский, так вот Рерих, который писал всю жизнь гора. И особенно воспевал Ямалай. Самый величественный, красивый, высокий город. Все картины опечатаны. Все картины хранятся, должны храниться под стеклом. Это правило хранения картин, которые написаны в технике темперной живописи. Темпера может и осыпаться, и самое главное, чтобы никто не мог до нее дотронуться, потому что масло все-таки крепче. Хотя, почему Николай Константинович, ведь он учился у архива Ивановича Буинджи и писал-то сначала масло, а потом выбирает технику темпера. Он, как сам Николай Константинович говорил, масло со временем темнеет, темнеет, как мы знаем. А темпера со временем только светлеет. Но остаются вот эти краски очень яркие. И он выбирает технику темпера. И вот у нас сюжетная картина. Такая буря, человек спешит. Это картина. У нас наш директор, академик музея, Людмила Васильевна Шапошникова, которой было передано наследие, она была доверенным лицом Святослава Николаевича, приняла весь дар от Святослава Николаевича. Это более 4,5 тонн. Это и картины, и библиотека, и архивные материалы, и личные вещи. Ведь вот на всем этом был основан наш музей. Наш музей не государственный, а общественный, не частный. Общественный музей, созданный Святославом Николаевичем, Людмилой Васильевной Шапошниковой, послом Воронцовым и нашим меценатом Булочниковым. Мастер-банк, который финансирует и содержит наш музей. Ну и частных лиц, которые помогают нашему музею. Ну вот такая форма музейной деятельности, она появилась после распада Советского Союза. И вот в 90-м году, в 89-м были привезены картины перед наследием. И вот работает в нашем музее более 20 лет уже. Это международный центр Рерихов, в который входит, международная общественная организация, в который входит музей. Это одна составляющая. У нас сейчас находится более 700 картин. Это самая большая коллекция во всем мире Николая Константиновича Рерихова. На маршруте одновременно у нас могут находиться 5 выставок, где-то по 60-70 картин Николая Константиновича. Ну и добавляется Святослава Николаевича Рерихова. Святослава Николаевича у нас не так много. Конечно, мы не можем представить его прекрасные полотна во всей ее красе. Но что-то мы вам сейчас покажем. А вот по этой картине, пророческих картин, буря, написанной в 37-м году, бежит гонец. Ведь он уже, Николай Константинович, жил в Гималаях, в западных Гималаях, писал картины. Видел, что происходило в мире. И вот такой гонец бежит, как бы предупреждение нашей России, потому что он очень любил Россию, хотел вернуться на родину. И даже в 47-м году, перед смертью, писал письма с прошением о возвращении на родину. У нас есть в архиве все эти письма, где Сталин писал отказать. И вот такая пророческая картина. Бежит человек, торопится передать весть, что родину ждут великие события, в которых придется всем стать более сплоченными, сильными, потому что грядет война. А вот Святослав Николаевич, он резко отличается от отца, яркий. Женщина и куй был это из племени Гады. Вот она Индия. Ну, я думаю, кто будет в Индии, знает. Вот она такая красочная и яркая. Продолжение следует...